Здравствуйте! Это программа «Свободный микрофон» на «Свободном» и ее сегодняшний ведущий Михаил Леницев. Сегодня мы поговорим о межэтническом компоненте во внутреннем туризме. И сегодня у нас в гостях Людмила Винская, журналист, очень опытный и доцент кафедры журналистики и ФИАК СФУ. Здравствуйте! Здравствуйте! И давайте сразу взглянем на экран. Людмила Андреевна Винская, доцент кафедры журналистики и ФИАК СФУ. Журналист с 43-летним стажем. Окончила Уральский государственный университет, работала в газетах «Красноярский рабочий», «АИФ» на «Инисеи», сегодняшняя газета, с 2009 года редактор газеты «Твой шанс». Участвует в выпуске издания «Русский салон» в Стокгольме. Преподает в Институте филологии и языковой коммуникации, теорию и практику печатных и сетевых СМИ и практические курсы по выпуску учебных газет. Среди научных интересов – конвергентный СМИ. Переводит с польского, говорит на шведском, немецком, английском. Наша съемочная группа ТВСФУ побывала в Кежемском районе и посмотрела, как местные жители и руководство района пытаются сохранить местную культуру и язык. После затопления ложи в водохранилище Бугучанской ГЭС на дне оказались около 20 ангарских деревень. И подробнее мы узнаем об этом из сюжета Насти Утянских. Галина Брюханова – директор Кежемского историко-этнографического музея. Она – коренная ангарка, влюблена в свою землю, свой народ и свою работу. Рассказывает об истории заселения ангарских земель, самопытности этих мест и особенно в ангарском говоре очень эмоционально. Это не богор. Это да, ну а литературно-то крюк, так ведь это? А по-ангарски – да, курумон. Музей богатные экспонаты. Это рюкзак по-ангарски «Поняга». Поняшка, поняжечка называли. Это рукавицы, как Ольды. А рукавом прижимается клапан и рука всегда теплая. А это прялка – пресница. Солнце – источник жизни. Пресница. Многие экспонаты появились в музее после затопления ложа водохранилища Бакучанской ГЭС. Мы ездили, Юлия Степановна, по деревням, смотрели, по чердакам лазили. Недалеко от Кодинска, на другой стороне ангары, расположилась старожильческая деревня Чадобец. Народу здесь осталось немного. Всего две улицы, дома и амбары старинные, и люди живут практически так же, как их предки много лет назад. Именно здесь ангарцы собираются построить музей под открытым небом. Несколько домов доставят сюда из Панова и Кежмы. Церковь перевезут из деревни Мозговая. Воссоздать быт в этих домах ангарский, воссоздать кухню ангарскую. Я так думаю, в печку доставили эти. А местные жители, не дожидаясь реализации проекта, уже сами создают в своих усадьбах музеи. Ольга Артуганова уже несколько лет собирает предметы старожильческого быта. Вот они маслобойки. Раз, два, три, четыре получаются. Вот вертикально. Смотрите, такие могут стоять. Вот так стоять. И при том несколько часов. За результат, да? В доме у нее ангарские половики, старинные зеркала и разные приспособления по хозяйству. Ангарцы сохраняют память о своих отцах, дедах и прадедах. И надеются, что умирающий Чадобец возродится, когда сюда потянутся туристы. Направлять маршруты по нашим таежным речкам, таким образом, чтобы конечным пунктом у них был музей под открытым небом, где бы они могли соприкоснуться с той культурой, которая здесь царила на протяжении прошедших веков. Чтобы, насмотревшись на красоты этих мест, туристы запомнили еще и гостеприимство и хлебосольность ангарцев. Анастасия Утянских, Андрей Шицов, ТВ, СФУ. АПЛОДИСМЕНТЫ Людмила Андреевна, вот как считаете, есть ли вообще будущее этого музея под открытым небом? Вот туда люди-то поедут? К сожалению, я пессимист. И еще к большему сожалению, я только что вернулась из другого музея под открытым небом. Я не знала, что у вас будет эта программа. Он находится рядом со Стокгольмом, он называется Скансен. Я не уверена. Вот мы сейчас посмотрели, все красиво, занимательно, маслобойки, черпалки, говор специфический. Но я уже с ужасом представила, как я буду добираться до этого открытого музея, до музея под открытым небом. Ну, и вот как на духу, Миша, скажу, я не поеду. Если сделать предположение, что туда ренутся толпы туристов, я была бы рада, я патриотка. Но я тоже не могу этого сказать, потому что однажды у меня был такой несчастный случай. Я везла американца в одного, в Енисейск. И по дороге инфраструктура, особенно туалетная комната, когда человек заходит, и перед ним тайга, нет задней стенки. Я долго объясняла, почему это так. Ну, примерно, я думаю, такие уже условия будут у всех туристов, которые поедут в наш музей под открытым небом в очень медвежьи углы. Это хорошо для тех, кто привык в палатке жить, у костра питаться. Но таких людей много. Но массового притока, я думаю, не получится, увы. Если бы была инфраструктура, тоже неизвестно. Потому что доехать до Шарыповских, допустим, озер, по той дороге 5 часов, по которой я ехала, застрелиться можно. Вот у нас как раз сегодня в студии Настя Утянская, которая и делала этот сюжет, который мы только что смотрели. Настя, расскажи, пожалуйста, тяжело ли вообще добираться, во-первых, до этого музея под открытым небом, а во-вторых, есть ли у местной администрации еще какие-нибудь проекты в руководах? Как добирались? Для начала отсюда, конечно, да, дорога, не трасса американская. 11 часов ехать до только города Кодинска. И от него еще где-то, наверное, полчаса до конкретного места, где и планируется создавать музей под открытым небом. Хотела бы отметить очень такой важный момент, что как раз-таки в этой деревне Чадобец прямо сейчас уже стоит биатлонный комплекс, насколько я помню, который лично меня очень впечатлил. Там есть очень много возможностей для расположения туристов. То есть там действительно гостиницы, там бассейны, и все в таком стиле деревенском, но очень, я бы сказала, привлекательном. Вот. И, как сказала глава района, планируется оборудовать сплавы по речкам, по речкам того района, которые, в принципе, уже привлекают туристов. Как-то это все развить планируется. И чтобы все эти сплавы как раз-таки приводили к конечной точке, чтобы был музей под открытым небом, где далее можно и расположиться в этих гостиницах. То есть, как мне показалось, вот будучи там, на месте, мне показалось, что, в принципе, это все вполне реально. Если это правильно предоставить и грамотно, может быть, об этом распространить информацию. Нет, мне интересно, 11 часов вы добирались на поезде, на машине даже, да? Ну, это круто, да. Вот, если правильно помню, у вас была не так, по-моему, давно статья про туристические проекции Шеребовского района? Нет, у меня не была статья, я не пишу про туризм давно уже, хотя очень увлекалась этим. И тоже была одержима развития внутреннего туризма. Мою одержимость быстро зарубили лет через пять. Я перешла на другое. Нет, я, будучи вот в нерусской стране, увидела по интернету, что какая-то выставка в Красноярске была. И там четыре проекта, связанные с Шеребовским районом, газету которого я курирую городскую, очень привлекли внимание и прозвучало, что можно развивать внутренний туризм. Но дело в том, что когда человек приезжает в Шеребовский район, опять он стал добраться до туда. Вроде и недалеко, но очень хлопотно и некомфортно. Там тоже есть гостиницы и все что угодно. Но мы русские люди, мы так себя не любим, но почему мы за собой оставляем все, что можно? И после себя, и после своих собак на берегах этих прекрасных озер. Бедные шарыповцы каждую весну самосвалами вывозят оттуда мусор. Ну о каком туризме, о каком развитии туризма? Да, они ездят, отдыхают. Но дело в том, что одно дело показать на выставке. Я помню, смотрела фильм, когда наш Красноярд занял первое место в России по благоустройству. Я думаю, оба-на, как это так? Значит, я чего-то не увидела. Как приходили? Думаю, приезжала группа, смотрела и делали вывод. А мне сказали, нет, высылались фильмы. И по фильмам смотрели. И наконец-таки я добыла этот фильм и посмотрела его. Я сказала себе, Людмила, я хочу жить в этом городе, который в фильме. Что значит фантаж, что значит ракурс, что значит мастерство. Но я живу в Красноярске. Вот, к слову сказать, не совсем фильм и монтаж. Наверное, начнем с того, что вообще туристы откуда узнают, куда им отправиться, для этого существуют разные порталы. И у Министерства культуры на самом деле тоже есть туристко-информационный портал. Называется «Визит Сибири». А вы его смотрели? Вот мы и сейчас его можем как раз все вместе посмотреть. Хорошо, если я ошибусь. Вот такой вот портал. Он вообще направлен на то, чтобы людям, которые хотят заняться внутренним туризмом, в частности по нашему краю, помочь подобрать себе место, куда можно поехать на выходные, в отпуск или еще как-нибудь. Вот мы как раз тут недавно говорили про Кешемский район, про этот музей под открытым небом. Что давайте попробуем найти, может быть, нам что-нибудь предложат. Предложат интересное. Вот сразу. На куда поехать? На субботу на подкаменную Тунгуску. Вот как раз есть список районов. И Кешемского района тут нет, как это ни странно. Есть Яндекс.Расписание. Есть практически все районы, есть округа. Но нет Кешемского района с этим интересным музеем под открытым небом. Ну, возможно, конечно, ошибка у мастеров. Ну, хорошо, давайте попробуем, например, в Манский район. В Манский район много кто ездит. Что нам тут предложат? Нам тут предложат копипасту с Википедии. И один музей, одно событие, одну достопримечательность. Зато есть виджет Яндекс.Расписание. Что ж, портал, по-моему, существует уже где-то 6 лет. Но, кажется, подобрать Тунгур немножко проблематично все так вот по-прежнему. Я не знаю, я человек простой. Я смотрела портал Министерства культуры. Честно говоря, я впала в легкую тоску от этого портала. Потому что сейчас это Википедия. Когда я иду на какую-то экскурсию, экскурсовод, не дай бог, скажет. В Википедии написано, все, он для меня не существует. Так же, как и студент. А тут, мне кажется, сплошная Википедия. Ну, какой это пиар? Я что, поеду на, вот посмотрев, что река Тунгуска там подкаменная, длиной столько-то километров, ринусь на субботу туда. Что надо написать, чтобы я все бросила, заплатила деньги и оказалась среди комаров и гнуса. Поэтому работать надо тщательней, ребята, Министерство культуры. Но вот кроме государственных программ поддержки внутреннего туризма, да, в общем-то, и внешнего, есть и личные все-таки проекты людей. Вот, например, есть у меня тут прям целый списочек ребят, которые путешествуют по миру. Ну, как, 120 человек, часть из них путешествует по России, часть по миру. На самом деле, вот, можете запомнить название. Вот, прям рекомендую. Много из них очень хорошо пишут, очень интересно. Так что, если интересуетесь темой путешествий, то вот, Goodbye Normals. Вот. Все эти 100 человек, у них суммарная аудитория где-то, наверное, за миллион-то выйдет. Вот. Есть такие, это, конечно, большая часть у Москвы, но есть такие и в Красноярском крае люди. Вот, например, есть такой блогер-путешественник Сергей Меников. Может быть, слышал кто-нибудь. Он живет в Красноярске и очень активно путешествует по окраю, и вот, вокруг него. То есть, и автостопом, и на мотоцикле там куда-то проехаться, и просто по горам побегать. Вот. Мне кажется, очень интересно, хорошо он рассказывает, побуждает людей тоже чем-то подобным заняться. Вот. А как вы считаете, вот, подобные личные проекты, они действительно ли популяризуют туризм? Ну, вот, даже для человека моего возраста, я, кстати, часто пользуюсь, мне просто интересно еще как журналисту, как ребята пишут, как происходит обмен информацией, как это все быстро меняется, какие они находят факты, чтобы улечь какой-то, выкладывать снимки. Это, конечно, живой материал. И если говорить о развитии туризма, внутреннего, я не знаю, внешнего, любого, то я бы, конечно, остановила, я и остановила уже давно свой взор вот на такого плана информации. Она меня вполне устраивает. Она может быть где-то необработанная, где-то вольности какие-то допускают с точки зрения журналистики. Ну, все это в пределах нормы, но информация полная. Если здесь нет, то ты перейдешь у кого-то другого узнаешь, по ссылке перейдешь. В общем, это они придумали здорово. Я начинаю любить блогеров все больше и больше. А вот как считаете, вот вы говорите, блогеры это, мол, интересно, хорошо дают полную информацию. А какие-нибудь местные, краевые, городские именно СМИ, ну, не обязательно печатные вообще, у них ли есть потенциал в развитии именно популяризации? Честно? Перед вами сидит человек, который раньше начинал утро с чтения газет, вечером я просмотрела все программы, теперь я не читаю газеты, я их не покупаю, это дорого и ни к чему. Программы я просматриваю в режиме спринтера, я думаю, и многие другие делают так же. Ну, если кто-то сидит у телевизора, это их личное горе. Нет никаких у меня на этот счет размышлений, потому что я за этим не слежу. Но иногда я участвую в жюри в конкурсах и листаю газеты в частности. Если идет какая-то информация, она неинтересна, она вот википедическая, она не завлекает. По телевидению, я не знаю, может быть, есть какие-то программы, но если я попадаю на что-то, я перехожу тоже на другую программу. То есть вот чего-то такого, как, допустим, эти блогеры, я знаю, в любой момент я вскрою их и найду то, что мне надо. Телевидение и печатные СМИ, не говоря уже о радио, меня не привлекают. Поэтому я не думаю, что молодежь тоже вечерами сидит у телевизора и смотрит местные программы. Куда бы мне поехать? Вот, ребят, вы как предпочитаете вообще читать о путешествиях, узнавать что-нибудь про другие страны, территории, через вот новые медиа вроде блогов или газеты, журналы, телевидение? Здравствуйте, меня зовут Антипов Гриша. Я хочу сказать, что также я узнаю про какие-то места, в которые можно поехать, в принципе, отовсюду. Я смотрю видеоблоги, я смотрю фильмы, читаю какие-то, возможно, книги, вообще, ну, вот отовсюду, где я могу получить информацию. Если я вижу какое-то место, которое меня зацепило, я ищу и думаю, как туда можно попасть. А просто эстетически приятнее тебе, откуда ее воспринимать, информацию? Ну, наверное, из-за видео, потому что видео, как бы, идет визуальная информация, она лучше воспринимается. Можешь, пожалуйста, конкретный пример какой-нибудь привести? Ну, например, не так давно я смотрел фильм «Невероятная жизнь Уолтера Мити», где он отправился в Исландию, главный герой, и у меня сразу появилось желание тоже туда попасть, потому что там все вот это показывалось, все эти пейзажи, вся эта красота, и я сразу понял, что я должен туда поехать. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я больше склоняюсь к выбору всяких блогов, потому что там жизнь, ну, вот эта страна описывается непосредственно с такого бытового взгляда, там, куда пойти купить какие-нибудь вещи, куда пойти сходить покушать, или где красивее виды. И да, прошлым летом я была в Индонезии, и вот именно по блогам, по разным всяким видео я смотрела, искала страну, куда бы я хотела поехать, и выбрала именно эту страну, потому что меня заинтересовала, ну, эта природа всякая, как она была описана там в одном из видео путешественника. А про край кто-нибудь что-нибудь хочет рассказать? Есть любители попутешествовать по красноярскому нашему краю? Оп, давай. Меня зовут Переверзева София, я люблю с мамой путешествовать по краю, я, как бы, мы перед летом все время смотрим всякие блоги, ищем информацию в интернете, и ездим чаще всего автостопом, ну, в леса во всякие. Интересно, а можешь побольше про автостоп? Я просто первый раз слышу, чтобы мама с дочкой, ну, и, как бы, не очень большой, ищу и автостопом. И в какие места вы ездили по краю? Ну, по большей части мы ездим и за, ну, в окрестностях края, и немножко за краю уезжаем там. Например, в прошлом году мы ездили в Хакасию, притом достаточно далеко. Мы проехали километров все... ой, 7 тысяч километров где-то. Автостопом? Да. О-о-о. Безумству храбрых поем мы песню. А вот, я так понимаю, это много где ездил автостопом, да? Ну, не очень много. До прошлого года у нас была своя машина. Хорошо. А из поезда к автостопам какая больше всего запомнилась? Хакасия или что-нибудь другое? Да. А что там такое интересно было? Мы ездили просто посмотреть на виды. Мы поехали на Саяно-Шушинскую ГЭС, посмотрели немножко, переночевали и поехали обратно. А, то есть, как бы так на выходные на Саяно-Шушинскую посмотрели? Да. Интересно. Мы поехали просто по Хакасии кататься. Ясно. Спасибо. Тоже автостопом? Нет. Слава Богу. Почему так считаете? Ну, потому что опыт житейский. Я дочь следователя, знаю две женщины молодых, одна молодая, другая юная, садятся. Мне сейчас таксист вез, я и то перепугалась. Куда-то сбился с курса, смотрю лес, все, простилась со всеми. Ну, доехала. Ну, опасный это автостоп. Есть немножко, есть. Наташа тоже хочет что-то сказать, пожалуйста. Вот смотрите, я вообще сторонник дикого образа отдыха, когда где-нибудь с палаткой, у костра, у озера. И тоже очень часто нахожу эти места благодаря блогам. Они не такие популярные, как люди, которые записывают видео в таких интересных, знаменитых местах, а просто, например, мужики собрались в компании, поехали на рыбалку и все это снимают на камеру, монтируют и выкладывают даже просто где-нибудь в YouTube. И вот смотрите, как думаете, это вопрос, насколько это будет актуально, если, например, государство поддержит вот такие проекты и скажет, давайте вот мы зашлем вот таких веселых мужичков, которые будут снимать видео про не очень популярные места. Вот если бы я была чиновницей и распоряжалась бы бюджетом, я бы сейчас подняла обе руки и сказала, все, завтра начинаем этот проект. Попробуйте связаться, ну, допустим, с Министерством культуры, там, туризма, молодежи, я не знаю, кто этим занимается, и предложить это. Я выражаю вам соболезнования заранее. Просто. И мужичкам, тем, которые еще не начались снимать, а могли бы снять совершенно дивную программу. И действительно, и кто знает, как бы все это перевернулось. Жизнь-то она непредсказуема, но препоны у нас бюрократические, очень такие жесткие. Давай, дай микрофончик. Меня зовут Катя Панчина, и я очень люблю смотреть разные блоги про туризм, но, к сожалению, я не была именно в тех местах, которые я смотрела в блоге, но я была, к примеру, в Степном Баджее, мы ездили с классом в Печеру Медвежью, и также еще мы в Ледяную, или в Белую, в Белую, скорее, да, в Белую ездили. И, к сожалению, почему я не ездила по блогам, потому что мои родители, они не сторонники такого туризма, а я, к примеру, люблю. И я все время, если предлагают класс, или вообще в школе предлагают подобные туристические поездки, я с удовольствием за две руки две вперед несу, говорю, что да, давайте, и сразу же еду с удовольствием. Если не секрет, почему родители не принимают такой внутренний туризм у тебя? Ну, они больше домоседы, скажем, дома сидят все время, им лучше телевизор посмотреть с чайком. Скучно. Комфорт любят. Ну, почему? Дома тоже очень хорошо посидеть, посмотреть телевизор, и всюду побывать, верно, да? А дочь пусть по Баджейским пещерам. Я один раз зашла в пещеру, вылезла оттуда, едва живая, и сказала себе, никогда. Ну, в пещеру одному заходить, это тоже? Нет, я со специалистами была, ну, просто, я представила, у меня впечатление, у меня воображение нездоровое, я представила толщу земли над собой, свое тело, 67 килограммов тогда, и думаю, как, хоп, и все. А так-то, конечно, хорошо. Молодец. Вот мы выяснили, что многие на нашей сегодняшней программе все-таки предпочитают узнавать что-то новое о мире из блогов, а не из традиционных СМИ. Возможно, это хорошо, возможно, не очень. Нет, смотри, Михаил, тут нет конфликта даже поколений. Вот я люблю блоги, и практически студенты блогами пользуются, и ребята которые еще в лицее учатся тоже. Это здорово, мы на правильном пути. У нас сегодня нет даже конфликта поколений, это замечательно просто. Ну, а это была программа «Свободный микрофон» на свободном. Сегодня мы говорили о популяризации туризма в нашем крае. У нас в гостях была Людмила Андреевна Винская. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...